Многие выбирают телевизор, исходя из единственного критерия – стоимости. Мол, чем дороже, тем лучше. Но это не самый правильный подход, потому что высокая цена телевизора может быть обусловлена наличием большого экрана, но он попросту не поместится в твоей комнате. Или у него есть дополнительные функции, которыми ты не станешь пользоваться, и тогда получится, что деньги заплачены зря. На что же действительно стоит обратить внимание при выборе телевизора? Преимущество ЖК телевизоров – низкое энергопотребление и приемлемая для большинства покупателей стоимость. Модели, оснащенные LED-подсветкой, отличаются особо высоким качеством изображения. Разрешение телевизора – это количество точек на экране. Чем оно больше, тем более детализированным будет изображение. Стандартом современного телевидения высокой четкости является Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. Но качество Full HD проявится лишь в том случае, если ты смотришь цифровое телевидение, либо используешь в качестве источника контента DVD или Blu-ray диски. Расстояние от экрана до зрителя должно примерно равняться 3-4 диагоналям экрана. То есть, если ты хочешь приобрести модель с диагональю от 60 дюймов и больше, у тебя должна быть возможность комфортабельно разместиться в 4-6 метрах от него. Телевизор с высоким разрешением можно поставить немного поближе. Прежде чем выбирать большой телевизор, подумай, достаточно ли у тебя места. Многие современные телевизоры способны показывать любой фильм, передачу или запись спортивного матча в формате 3D. Для этого используются две технологии – пассивно-поляризационная, либо активно-затворная. Причем в любом случае тебе потребуются специальные очки. Пассивно-поляризационная не гарантирует по-настоящему высокого качества, зато предназначенные для нее очки – легкие и дешевые. Активно-затворная технология обеспечивает большее качество, однако очки, которые необходимы для просмотра, тяжелее и заметно дороже. Смарт-ТВ или умное телевидение – это функция, которая фактически превращает телевизор в компьютер с возможностью выхода в интернет. Смарт-ТВ дает возможность напрямую просматривать контент из интернета на большом экране, подключаться к социальным сетям, разнообразным сервисам, получать прогноз погоды, узнавать курсы валют, знакомиться с актуальными новостями, использовать легальный контент, который предлагает компания-производитель телевизора и так далее. Пульт дистанционного управления, как правило, входит в стандартную комплектацию современного телевизора. Но некоторые модели оснащены технологиями, позволяющими использовать для переключения программы регулировки громкости, изменения настроек, жесты или голосовые команды. Разнообразные интерфейсы, входы и выходы, разъемы предназначены для подключения к телевизору других устройств, а также носителей информации. Они могут быть проводными или беспроводными, работающие посредством Wi-Fi, Bluetooth и аналогичных технологий. С их помощью можно просматривать контент с различных плееров, фото- и видеокамер, мобильных устройств, флеш-карт, подключать дополнительную акустику и так далее. Подписывайся на наш канал, ставь лайки, оставляй отзывы к обзорам и товарам на сайте интернет-магазина «Связной». Нам действительно интересно твое мнение. Пока!